Добрый день! Дачное карате. Лето стремительно подходит к своему экватору и скоро начнет заканчиваться. Поэтому небольшое занятие по ударной технике локтем. Прежде должен сказать, что мне правильно заметили, что боксерская двойка в уличной ситуации зачастую не проходит. Поэтому двойка не совсем двойка, конечно. Просто сделать почтальончик чисто боксерский часто бывает нецелесообразно, потому что от первого удара пугливый человек обычно уходит. То есть надо напугать раньше, чем ударить. Поэтому двойка не совсем двойка. Главное промерить расстояние. Первое может быть без попадания, а второе с жестким ударом. Уже с учетом того, куда отклоняется противник. Махнул, а потом уже раз, два. То есть промеряется расстояние. Раз, и вот он пошел куда-то уклоняться, и тогда туда влетает удар. Раз, два. Раз, и два. Раз, и два. То есть уже с учетом того, куда противник ушел. А делать классику, чтобы ты попал-попал, можно сказать, что это не получается. Да и в боксерских поединках зачастую бывает не так. И нарушая правила зачастую делают первый не удар, а просто загораживают пространство противника, чтобы он не видел, где находится, откуда прилетит твоя атака. То есть вроде как удар, но на самом деле на этот удар никто не рассчитывает. Может даже, поскольку мы не о правилах говорим, а о реальной ситуации, то это может быть и ладонь, это может быть и выставленные пальцы, может быть и просто такой щелчок по глазам. Раз, а потом удар. Раз, два. Главное, чтобы основной удар шел от пятки с выбрасыванием прямой, боковой, свинг, неважно, идет сильный удар. В принципе, на этом боевая ситуация может быть закончена, но если она не заканчивается, ну, естественно, подключаются какие-то другие техники. Еще раз покажу свою площадку. Здесь вот полностью мной сделано такое коромысло. Мешок купил новый. Вот, и этот мешок мне обошелся вместе с доставкой меньше пяти тысяч. В принципе, это не так много, это единичная покупка, можно сказать, на всю жизнь. Такой полупрофессиональный, набитый не песком, и, как обычно делают, песок плюс стружка. Или опилки, а вот такая вот штука. А старый мешок я такой сделал ему, бандажик. Вот, и это для таких низовых ударов. Мы ему тоже добавляем вот эти удары. Пятка вперед, останавливающий в ногу противника. Или высекающий. Ну, вот, если бы я бил без накладок, ноги бы уже себе отбил. Очень чувствительные удары, но они также чувствительны для противника. Если вы у дачи не попадаете, то, соответственно, вам не так больно, а ему очень больно. А теперь об ударах локтями. Для отработки техники, ударной техники руками. Часто в карате используется стойка киба дачи, стойка наездника. Вот такая. Для чего? Отключаем ноги и бьем так, чтобы вкладывать корпус, чтобы научиться это делать. Вот передергивается нога, да? Вот то же самое, выключая ноги и локтем. Обычный вот удар локтем. Понятно, что для того, чтобы нанести удар локтем, лицо противника должно быть почти нос к носу. Ну, понятно, есть еще выпад. Можно ударить. И вот самый, наверное, удачный вариант, когда вы промахнулись, противник ушел вниз и получил локтем сверху. Вот обычные удары. Боковые, самые распространенные боковые. Ну, понятно, что оно может вкладываться с корпусом. А лучше вот мы ноги отключили. В челюсть там. Ну, тоже может быть вверх. И удар назад, тоже с подключением руки. Вот, все это тренировочные моменты, то есть без нагрузки. А научиться действительно наносить удары локтями можно только ну, либо в реальной ситуации, либо в спортивной. Но это достаточно жестокое искусство. То есть, если вы попадаете, вы можете нанести серьезный ущерб. Поэтому лучше по воздуху, лучше по мешку, по груши. Да. И с подходом раз, два, да. То есть, то же самое, как двоечку. Раз, два. А есть двоечку. Часто проходит, потому что его обычно не ожидают. Да. Или там сбоку. Если у вас есть противник здесь, снова вы в атаке против второго противника. Вот. А замечательно еще есть удар, когда тебя схватили. Ты сгибаешься, противник тоже сгибается. И делаешь удар локтем вверх. Ну, то есть, он тебя стащить пытается. Ты наклонился, и он автоматически тоже наклоняется. И удар там, где больше пространства осталось. Вот туда втыкается удар. Вот так, снизу вверх. Вот тебя захватывают за корпус. Ну, скажем, ближе к левому бедру противник. Вот. А голова его где-то вот здесь оказывается. Вот удар в челюсть. В общем, заканчивает бой. Еще раз повторю. Удары боковые. Снизу вверх. Вбок. На уровень корпуса. На уровень головы. На уровень корпуса. На уровень головы. Удар назад. И удар, когда противник на тебя летит, ты отклоняешься и бьешь в челюсть. Или он тебя захватывает сзади. И если его голова тут подвернулась, то тоже удар снизу вверх. Или даже чаще вот сюда. То есть, здесь он видит твой локоть ближе. Вот этот удар он может не заметить. Так, вот он больше с этой стороны. Но опять же, удар освобождающий от противника, от захвата сзади. Вот эти простенькие упражнения делаем на полянке. У боксеров как получается? Вот голова. Близко вот схватились. Ну, пытаются. Или даже когда совсем близко отклоняются и бьют в это место. Но, это условности бокса. Если даже здесь плечо, удар в ключицу. В общем, такие в миксфайте тоже используют удары в ключицу. Или сблизи, вот совсем близко противник. Да? Или сверху. Или захват какой-то здесь. Ну, надо не не в сгиб попасть куда-то, а скорее по мышце или вот ломая руки. Вот. Две руки захватывают. Если они на какой-то дистанции, то... Да. Все. Занимайтесь боевыми искусствами, занимайтесь спортом. Слава России! Занимайтесь боевыми искусствами. Занимайтесь боевыми искусствами. Продолжение следует...